Илья, а как ты относишься к аудиосообщениям и видеокружочкам, когда тебе так пишут? Или ты только в виде текста любишь? Я прекрасно отношусь к аудиосообщениям, потому что пока их слушаешь, можно мыть посуду, или переодеваться, или идти по улице в сторону кофейни, или что-то еще делать. А текстовые длинные сообщения я ненавижу, потому что нужно выделить время на то, чтобы их почитать. Но я явно в меньшинстве, большинство людей почему-то наоборот считают, что читать просто не тексты, это классно, когда ты как дурак прикован к экрану и ничего не можешь делать. Поэтому единственное, что если вы просто запишите мне в личку войс на 5 минут, не объяснив, что это такое, то, скорее всего, у меня большое количество непрослушных подкастов, про которые я точно знаю, что там мне будет интересно, я предпочту их послушать. Поэтому если вы записываете какой-то войс, лучше это делать в контексте, в котором понятно, почему вы его записали. Мне кажется, если там, правда, пару слов, то проще их написать, чтобы их можно было прочитать. А если вы, например, хотите как-то прокомментировать какую-то свою работу, чтобы я ее правильно понял и мог вам прокомментировать в ответ, то можно хотя бы написать пару слов, что вы объясняете, почему сделали так или иначе, и у меня будет понимание, зачем это слушать. А кружочки именно с видео, мне кажется, что это формат какого-то дружеского общения. То есть я их очень рад видеть, если кто-то во время приветствия записывает кружочек, про себя рассказывает, это прикольно, то есть он тоже добавляет какой-то жизни. Но в обсуждении каком-то по делу как будто это не очень уместно. То есть записать кружочек в семейный чатик, как ты там где-нибудь, не знаю, в поездке гуляешь или что-нибудь прикольное попробовал в кафе нормально, а в рабочий чатик как будто рассказать о том, какой ты там новый проект хочешь взять, как будто не очень логично. Вот, ну мне так кажется. Ок.